Здравствуйте, меня зовут Анна Ганшина, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения. Сегодня я поделюсь с вами наблюдениями о некоторой практической работе. Я вот только что вернулась из такой карельской школы СМИ. Это такое мероприятие, где студенты из разных вузов страны, которые не профессионалы, это не профильные вузы, но они как бы любительски занимаются телевидением, фотографией, кино. И их задача была за три дня совершенно незнакомой командой соединиться, придумать сценарий короткого метражного фильма, провести подготовительный период, снять его, смонтировать и тут же устроить маленький фестиваль, получить призы. На все про все было три дня. То есть, как вы понимаете, ситуация довольно форс-мажорная. Плюс к тому, что в последний день на монтаже по всей Карелии прошел шторм и выключился свет. То есть, монтировали они в ситуации от одного генератора, который привезли. То есть, все монтажки были подключены. То есть, ситуация была идеальной. Но они справились. Наблюдать за этим было очень интересно. И вот, что я оттуда вынесла полезного. Во-первых, конечно, любому сценаристу хорошо бы сыграть такую игру. Это очень-очень-очень, что называется, ставит мозг на место. Постарайтесь любым способом, своими друзьями найти и устроить себе такой марафон. Ты не можешь не делать. У тебя нет ни отговорок, вообще ничего нет. И вот я наблюдала, как первые сутки придумывался сценарий. Естественно, это мозговой штурм. И люди, как бы, без особого опыта, да, то есть, они, как первые кинетографисты буквально, значит, они интуитивно находили схему короткометражки. Это, значит, сильный-слабый, потом меняются местами, слабый-сильный, и потом еще раз какое-то изменение, да, и обязательно должна присутствовать интрига. Вот я расскажу один пример. Два героя, потому что ограниченность локации, потому что это турбаза на озере. Особо ничего нет. Два человека у костра ведут разговор. Называется «Последний разговор». Значит, мы видим сцену, двое у костра. Один говорит другому, ты все-таки сделаешь это, да. Таким образом, мы получаем некую интригу и загадку. Вот. Второй отвечает ему, а ты помнишь, как мы познакомились? И идет флэшбэк, где они знакомятся, бьют друг другу физиономией из-за девушки. Значит, дальше идет такая сцена, один из них говорит «Достань мне сигарету». И идет дальше такой игровой, кинематографический, хорошо раскадрованный гэк, когда один... Мы понимаем, что тот человек, который сидит в дереве, он обездвижен, у него паралич. То есть, он может только говорить. То есть, у него не двигается рука, он не может прикурить, да. И дальше идет флэшбэк, в котором мы видим, как эти два товарища попали в автокатастрофу, за рулем сидел тот, который сейчас здоров, и пострадал очень сильно тот, который парализован. Все это мы поднимаем, и дальше идет такой разговор, там еще дословно не помню. Здоровый говорит «Нет, я не могу сделать это, я уйду». И тот ему отвечает что-то, какую-то фразу. И дальше мы видим финал, как все-таки тот пускает его к плюву. Мы понимаем, что сама ситуация странновата, потому что, что называется, наши люди в булочную на такси не ездят. То есть, мы не разрешаем наши конфликты так, да. И в этом недостаток, это минус. Но сам способ построения, способ интриги, то есть, они все время меняются местами, сохраняется интрига. И смотреть это было интересно, честно сказать. Ну, и дальше были самые разные сюжеты. И вот еще очень полезный вывод, что если ты пишешь, сидя за столом при мозговом штурме, диалоги получаются длинными, потому что тебе за это ничего не будет. Но как только я предложил сразу репетировать этот диалог, они резко начали сокращаться и меняться смысл. И все, дело пошло гораздо быстрее. То есть, очень хороший совет, пишешь диалог, попытайся его тут же худо-бедненько сыграть. Значит, резко уменьшается, что называется, патетика и длина предложений. Потому что и сразу начинает искаться точная форма. Дальше, что было интересно, наблюдать, как работала фантазия, исходя из предложенных обстоятельств. То есть, очень ограниченная локация, да, очень ограниченный реквизит. Значит, естественно, набор актеров тоже не очень большой. Молодые люди, девушки, ну, есть взрослые, детей не было, да. И какая-то живность там была. Вот, но там уже присутствовали, надо вам сказать, ведьмы, серпы-молот, какие-то черепа, мертвые дома. Значит, вот эти последние разговоры, маньяки, маньяки, у которых случался приступ астмы, да. То есть, из подручных материалов фантазия работала бешено, да. То есть, мне кажется, что нам не хватает встряски, да, и жестких условий, вот. То есть, наш мозг ленится, да. Постарайтесь найти для себя способ поставить себя в жесткие условия. Но, как бы, тут еще важно снять с себя вот этот барьер. Ну, ты не боишься проиграть. Просто тебе нужно быстро сделать. И вот этот барьер нужно пройти, и это может быть очень полезным упражнением. Всего спасибо.